Представители 20 регионов России, 8 стран и 150 компаний в экспоцентре делятся планами развития туризма и индустрии гостеприимства в нынешних условиях. Нередко туристы выбирают место отдыха, ориентируясь на еду. И здесь важно все от сервировки до подачи блюда. На форуме как раз рассказывают о том, как правильно это делать и проводят мастер-классы. У нас тема сегодня мероприятия была блюда из локальных продуктов с применением дикороса. Дикоросы, которые мы собираем, мы их используем у себя в ресторане. И соответственно основной ингредиент у нас локальный продукт. Мы хотим как раз таки этим гордиться, это позиционировать правильно. Все российское, свое, местное. Это современный тренд. Дорожание конечно же есть, инфляцию никто не отменял. Но мы хотим сделать меню простое, лаконичное, с качественными ингредиентами. 3-4-5 компонентов максимум. Чтобы это было в себестоимости не так сильно высоко. Но интересно по вкусовым сочетаниям. На форуме предлагают продегустировать различные блюда. Например, это десерт из топленого творога, приправленного хвойным маслом. Здесь же и цветочки, ягоды, кедровые орешки. А еще свородиновое варенье. И необычный, на мой взгляд, ингредиент. Это чипсы, приготовленные из молока. Их я первыми попробую. Это напоминает мне сахарную вату. Очень нежно. Сборок в сочетании с медом. Огромное разнообразие и лесных ягод, каких-то лесных трав. Такого количества речной рыбы, самых разнообразных вкусов, как в Сибири, найти вообще в мире больше не нельзя. На форуме представили новинки профессионального оборудования, средства гигиены, химию, мебель и аксессуары для отелей, ресторанов и кафе. Мы занимаемся продажей уличной мебели. Производство у нас разное. Бывает российское, есть итальянское. Мы на ней специализируемся, потому что у них достаточно красивая, яркая мебель. И также есть из Малайзии, есть из Китая. Чуть сложнее стало привозить эту мебель. Но на 2-3 дня, или на 2-3 недели, если это из Китая. А из Италии, например, мы не за 10 стали привозить. Раньше привозили за 5-7 дней. Процентов, может быть, на 10 увеличилась стоимость. В среднем, если мы говорим про кафе 60 квадратных метров, ну, 1500 до миллиона можно уложиться, обставить человек на 30-40. А нитриловые перчатки мы как раз-таки продаем в китайские, которые, условно, там завозятся. У нас в стране, к сожалению, нитрил не многие, условно, там компании делают. Если делают, к сожалению, по сырью, маленечко сейчас проблемы. В плане того, что сырье там сложно завозимое с учетом растаможки доллара. Подражания идут на постоянной основе. Они связаны не только с импортом сырья, не только с заводом производителя. Связаны еще с повышением оплаты труда сотрудников заводов. Соответственно, производители вынуждены повышать какие-то цены. У нас пускной товар. Производим поломочные машины и всю технику для уборки. Поставляем в торговые центры, на склады, клининговым компаниям. Производство у нас Китай, получается. Вот все пресс-формы, все отливаются там, сборка тоже там. И в России нет для этого возможности? Возможности есть, но это нецелесообразно, нерентабельно пока что у нас в стране. Модные тенденции в кулинарии, в экстерьере, интерьере отелей, ресторанов и кафе. А также новые партнеры и интересные предложения. На форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» до 5 апреля.